Что будет, если сделать ролик на 20 минут с игрой на вале, без попыток что-то доказывать, без цели сделать обзор на оружие? Простой ролик, чтобы понять настроение зрителей насчет выбранного оружия. Все просто, тебе смешают с дерьмом, назовут продажным стримером, подстилкой разработчиков, предателем отечества, ведь ты одобряешь нерв отечественного оружия и много чего еще в свой адрес я услышал. Все-таки мне было смешно все это читать про себя, ведь я ожидал услышать мнение о воружии. Да, конечно, это не ко всем относится, безусловно. Я видел много внятных и адекватных комментариев, даже с критикой меня. Но все же, многие просили рассказать про вал непредвзято, с фактами, без моего личного мнения, а именно то, что мы сейчас имеем. Ну так отлично. Я никогда не претендовал на источник непредвзятой информации, но сегодня тот самый день. Надеюсь, вы готовы, потому что я сам не знаю, что из этого выйдет. Начнем с краткой истории вала в Таркове. Оружие в игре очень давно. Долгое время оно считалось довольно сбалансированным оружием, с высокой скорострельностью, малой отдачей, хорошей кучностью, но очень слабым пробитием. То есть примерно то, что мы имеем в жизни. Патроны SP5 не пробивают стальную пластину третьего класса защиты, а SP6 не берут четвертый класс. Затем появились улучшенные патроны SPP и BP, но в жизни они улучшены всего лишь на 15% по сравнению с SP5 и SP6 соответственно. То есть уверенное поражение третьего-четвертого класса защиты. Оружие было довольно популярно тогда, когда не было в игре такого разнообразия бронезащиты. А единственный шлем, который способен был остановить 9.39 был Алтын. Но и он не был большой проблемой, потому что за полторы секунды можно было спокойно всадить целый магазин SP6 и цель собственно будет уничтожена. Первым серьезным стволом, который отодвинул вал с позиции основных стволов был ХК-416. Затем появился МП-7, еще один метовый ствол в свое время. И вал никогда не был универсальным оружием, ведь дозвуковые тяжелые пули имели достаточно посредственную эффективность. И до 100 метров стрелять в принципе было достаточно комфортно. Свыше 100 метров вы уже никуда практически не попадали. А когда появилась в игре ПП с улучшенной эффективностью, дальностью и пробитием, то время вала вышло. Здесь относятся не только к появлению новых пистолетов-пулеметов, здесь появление бронебойных патронов, например, на калибр 9 мм. Второе рождение вал получил тогда, когда Никита Буянов поднял пробитие и урон по броне от 9.39 и которые мы сейчас имеем характеристики. SP5 имеет 35 пробития, 52 урона по броне и 68 урона по телу. SP6, 43 пробития, 60 урона броне и 58 урона по телу. SPP, 45 пробития, 56 урона по броне и 64 урона по телу. BP, 48 пробития, 68 урона по броне и 60 урона по телу. Урон по броне, естественно, влияет на то, как быстрее вы выбьете тот или иной бронежилет. Чем больше значение, тем, естественно, быстрее эти бронежилеты придут именно в негодность. Ну и давайте по эталонным патронам, по пробитию у нас будут M995, 53 пробития, 58 урона по броне и 39 урона по телу. Ну и игольники 7N39, 5.45, 62 пробития и 60 урона по броне с 37 уронами по телу. В плане пробития, конечно, отличия существенные, но вот урона по броне и урона по телу, естественно, больше у патронов 9.39. А впрочем, я обещал без своего взгляда на это, так что решайте сами, что здесь лучшее. С конца 2019 года вал у нас был лучшим в игре и практически без отдачи, с отличной скорострельностью, патронами, как SP6, которые 7 попаданий убивали ЧВК в 6 классе защиты. 7 попаданий это меньше секунды, я напомню. Появилось выражение даже валгеймер, что означало игрока с ВСС или с валом, с отсутствующей крышкой ствольной коробки и вообще с простым снаряжением. То есть там бронеразгрузка 4 класса защиты и в сумме его снаряжение стоило около 150 тысяч, не более. И с этим всем он мог спокойно убить любого ЧВКшника, даже самого запаковано в лучшей броне, с лучшим оружием. Вал был очень доступен, дешевый в сборке, имел 35 отдачи и убивал вообще все. Одним это нравилось, другим нет. На просьбу вернуть патронам 9.39 прежние характеристики Никита Буянов заявил, что он не хочет этого делать, потому что оружие на 9.39 не будет конкурентоспособным. Для того, чтобы вал сделать менее доступным в использовании, ввели жесткие лимиты на покупку патронов, само оружие перенесли на 4 уровень прапора в цене 300 тысяч рублей. Собственно сейчас и оно и осталось. Проблемы стали с магазинами расширенными и обычными, на них тоже появились лимиты. На барахолке можно было купить ствол в 2-3 раза дешевле, однако добавление крафта на патроны 9.39 не снижали метовость оружия. Затем началась череда ударов по отдаче вала и его эффективность модификации стала естественно ниже. Если брать последнюю перебалансировку модулей по отдаче и исправление ошибок в расчете отдачи, мы имеем вал и ВСС с отдачей 78 на 61 в стоке, 63 на 130 в топе. То есть первое число это вертикальная отдача, второе горизонтальная. Например у МЦХ свежего ствола под калибр 300 Blackout в стоке 91 на 235, а в топе отдача 58 на 151. Это оружие по идее должно было быть прямым конкурентом вала в патче 12.9. Расширенные магазины для вала продаются у Прапор на 4 уровне за 40 тысяч, на барахолке примерно за 50. Столько же стоят например расширенные магазины под 60 под калибр 5.56 и в 2 раза дешевле можно купить 60 на 5.45. Обычные магазины можно купить на третьем за 8 тысяч рублей и лимитом в 10 штук за завоз. Ну и в барахолке цена примерно 10 тысяч и естественно без ограничений. По патронам. У Прапора на втором уровне уже продаются СП-5 без ограничений 24 тысячи за сотню патронов. На третьем уровне мы имеем СП-6 с лимитом в 270 штук и 86 тысяч за сотню патронов. У нас еще имеется 2 крафта. На втором верстаке можно сделать 400 штук СП-6 за 4 часа и предметов примерно за 160 тысяч. Крафт на третьем верстаке мы имеем 160 бронебойных патронов за 4.5 часа и предметы, которые нужны для крафта примерно на 250 тысяч. На барахолке СП-6 имеет цену в 70 тысяч за сотню и у бронебойных 110 тысяч за сотню. Например, 995 140 тысяч за сотню патронов. У БС-5-45 все естественно дешевле 90 за сотню, у игольников примерно 100 тысяч за сотню патронов. У 300 блэкаута 600 долларов за сотню у торговца и 140 тысяч за сотню на барахолке. Топовые патроны по 9 на 19, которые сейчас считаются метовым, потому что у нас появился Крис Вектор, сейчас стоят не ниже 150 тысяч за сотню патронов. Это вся сухая статистика по состоянию вала в патче 12.9. Я обещал, что в этом ролике я не буду говорить своего мнения об оружии, чтобы не дай бог повлиять на ваше мнение. Взрослые люди имеют свою точку зрения, но не все так просто. Это оружие сейчас многими считается ужасное, но по факту мы имеем только проблему с отдачей, особенно горизонтальной, плохой доступностью 30-ок и откровенно слабой эргономикой при его габаритах. Ну и извечная проблема оружия по 9.39. Это слабая баллистика и малая эффективность дальность стрельбы. Скорострельности вал проигрывает только пистолетом-пулеметом. Имеет самые доступные патроны для пробития максимальной брони в игре для покупки и крафта. В сумме за 4 часа игры вы можете получить 670 SP6 патронов за 392 тысячи, то есть в среднем 585 рублей за патрон с пробитием 4 класса защиты первым выстрелом и 6 класса защиты седьмого попадания. Цена у вала как никогда низкая. 50 тысяч с магазином на 20. В топовой сборке на отдачу можно сделать за 170 тысяч, причем только тактическая рукоять будет стоить 50 тысяч. И у нас сейчас несколько выходов сделать вал в более-менее состоянии стабильности. Либо мы возвращаем ему отдачу патчаток 12.5 с 35 вертикальной и 80 горизонтальной. Это будет лазерган с пробитием всего за короткую очередь. Это будет метаган. Либо мы возвращаем ту же самую отдачу из патча 12.5, но делаем патроны реалистичнее. Лучшие патроны вала будут пробивать только 5 класс максимум, а самые распространенные SP6 до 4 включительно. Это будет не метаган, но это будет как неплохая ппха. Либо мы оставляем как есть. И это оружие будет играть только на очень близких дистанциях, чтобы в ростовую мишень влетел магазин 20 хотя бы с 30 метров. Это будет оружие для скиллованных игроков, когда за малую цену ты получаешь сложный в обращении, но очень убойный ствол. Ведь он имеет как яркие недостатки, так и явные достоинства. И теперь я точно все сказал. Спасибо за уделенное время. Спасибо, что досмотрели до конца. И спасибо за то, что ведете себя в комментариях как настоящие и достойные люди. До скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok